Продолжение следует... 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 Православный крест и небольшая табличка на горе близ Иссыкского озера Напоминают всем о страшной трагедии 1963 года Когда сель унес жизни многих людей Сегодня озеро восстановлено, но былого величия уже не вернуть Размеры озера сильно изменились, но берега его все так же привлекают туристов В выходной день здесь сложно найти свободное место Тысячи горожан приезжают сюда, чтобы отдохнуть от городской суеты В наших планах сегодня подняться до плато Осы Немножко погулять там, посмотреть природу этого места Потом мы поднимемся на перевал Козылауса Откуда открываются прекрасные виды С перевала Козылаус мы спустимся вниз в урочище реки Женишке И поднимемся под ножью горного леса под названием Табан Карагай Полюбовавшись красотами высокогорного озера Мы перебираемся в соседнее Тургенское ущелье Когда-то здесь проходил маршрут Великого Шелкового пути Здесь проходили караваны из Китая Сегодня этот торговый маршрут трансформировался в туристический В самом начале ущелья расположились многочисленные базы отдыха И знаменитые форелевые хозяйства Территория активно используется для отгонного животноводства Чуть выше, на берегу реки Тургень, вы обязательно увидите указатель Который покажет направление к популярному туристическому объекту Водопаду Медвежьему В этом ущелье расположено 7 водопадов Из них наиболее популярных всего 2 Водопад Медвежий высотой около 30 метров И Кайрак высотой более 50 метров Все водопады образованы мелкими реками Которые впоследствии сливаются в одну большую Бурную реку Тургень Река Тургень славится своим нравом Своими бурными порогами Ее давно облюбовали туристы-водники Сюда ежегодно приезжают тысячи людей Чтобы сплавиться на рапках Эта река обеспечивает кристально чистой водой население региона Берега густо поросли растительностью Здесь произрастают плодовые деревья Изредка на склонах встречается Тиньшанская ель И березы Мы держим путь вверх по ущелью Мимо урочища Ботан Дорога резко меняется Далее вверх пролегает грунтовая дорога Которая не под силу легковому транспорту Отсюда начинается территория реликтовых лесов Чентургенские ельники Являются официально зарегистрированным памятником природы Они раскинулись вверх по склонам гор Корни деревьев покрывают плотный настил из омха Это единственное место в нашей стране Где сохранились следы оледенения Здесь на глубине одного метра Залегает вечная мерзлота На высоте 2800 метров над уровнем моря Расположилось великолепное плато Осы По плану нашей экспедиции мы проведем здесь ночевку Здесь вообще настолько удивительные места Когда смотришь на склоны Некоторые склоны поросшие теньшанской елью Это не менее удивительное дерево Которое растет до 500 лет Плато Осы известно с древних времен как летнее пастбище Проводившиеся раскопки показали признаки пребывания человека здесь более чем 5000 лет назад Причем обнаружены следы населения как кочевого, так и оседлого образа жизни Сегодня здесь встречаются следы пребывания туристов Осы – излюбленное место для активного отдыха С наступлением лета сюда устремляются любители горного туризма, велосипедных прогулок и просто путешественники В центре плато разместилась астрофизическая обсерватория В здании обсерватории установлен огромный телескоп С помощью которого ученые могут вести наблюдения практически круглый год Летом плато Осы приобретает поражающее воображение оттенки красок На его территории произрастает огромное количество разнообразных растений В конце лета плато Осы становится еще более популярным местом В ельниках начинают появляться грузди И сюда устремляются грибники-любители Хотя этот вид деятельности здесь запрещен На территории национального парка нельзя собирать лекарственные травы, плоды и грибы Без соответствующего на то разрешения На утро нам предстоял длинный путь Нам нужно было пересечь перевал Кызылаус и попасть в урочище реки Женишке Вопреки ожиданиям дорога через перевал оказалась в достаточно хорошем состоянии С высоты в 3000 метров над уровнем моря открывается потрясающий вид и на плато Осы и на долину реки Женишке Два часа пути и мы уже в долине Женишке Отсюда нам надо было подняться еще выше Наш путь пролегал к еловому лесу под названием Табан-Карагай Лагерь решено было разбить в низовьях Быстро установив палатки мы решили оглядеть окрестности Воздух разрезал свист сурков Эти удивительные животные мирно разгуливали по склонам Не удаляясь далеко от своих нор В это время года сурки активно пасутся Накапливая жир для зимней спячки Еще немного и они залягут в свои многоквартирные норы Горы покрыты густым разнотравьем и цветами Разгуливая по предгорной долине Мы случайно нашли склон, покрытый эдельвейсами О чудесном серебристом цветке, растущем высоко в горах Сложено немало преданий и легенд Да он и сам стал в каком-то смысле легендой Во Франции эдельвейс называют альпийской звездой За то, что скалы, на которых он растет, кажутся усыпанными звездами В Италии серебряным цветком скал Леонтоподиум – научное название цветка, которое в переводе означает «львиная лапка» Эдельвейс также называют прометеевым цветком По преданию, прометей был прикован именно к тем скалам, на которых растет эдельвейс У народов гор цветок эдельвейса является символом счастья и любви И даже существуют очень красивые и печальные легенды о его возникновении Считается, что тот, кто дотянется до эдельвейса, наполнится мужеством Ему будет всегда сопутствовать удача Сердце девушки, которое вручат эдельвейс, будет принадлежать дарителю всегда Эдельвейс стал талисманом любви Любви сильной, долгой и постоянной Преодолевающей все препятствия После недолгого путешествия по предгорной долине Мы решили переместиться в лесную зону Склоны гор густо поросли ельниками Здесь тенчаньская ель достигает своих предельных размеров Кажется, что верхушки деревьев упираются в небо На одном из пней мы обнаружили довольно странный гриб розового цвета Как выяснилось, это очень ядовитый гриб под названием гиднелум пека Кровоточащий зуб В метрах в 20 от него мирно рост под груздок белый Эти грибы славятся своими вкусовыми качествами Стоит засушливая погода В горах земля сухая, но грибы тем не менее попадаются Сейчас я нашел вот такие вот грибочки Это под груздок белый Очень хороший гриб Вот один А вот мы срезаем второй грибочек Вот он второй Вот такие вот красавцы растут у нас в горах Под груздок образует микоризу с елью и в горах в зависимости от времени года встречается от самых нижних до самых верхних елок Надо ли говорить, что чем дальше от города и дорог вы заберетесь, тем больше шансов собрать достойный урожай под груздка Торчащий на склоне из земли или иголок края белых шляпок – обычная картина при поиске под груздка Но часто большие их скопления обнаруживаются и среди скал или упавших деревьев Стоит проверить также и молодые ельники, в которых если не под груздки, то рыжики точно будут Грибы размножаются как спорами, которые разлетаются из его пластинок, так и самой мякотью Поэтому, разбрасывая старые грибы, вы способствуете их размножению Встречается под груздок белый, далеко не во всех ельниках, как может показаться Есть целые массивы, которые следует считать не грибными Опытный грибник, только зайдя в лес, по возрасту елей, по травяному покрову и другим признакам Сможет определить урожайность места Искать под груздок можно начинать уже с середины июля и до сентября А в некоторые годы и до октября в хвойных лесах Насобирав немного грибов, мы решили, что пора собираться в обратный путь Дорога до Алматы заняла чуть менее четырех часов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok